Ну как сама Федерация Российская построила памятник в Катыни? А? А предателю власти? С газетами за 41-й год! Извините, ну как можно человека расстрелять в 40-м году весной? Когда у него газеты? Находили могилы с осенними листьями. Могила, они закопаны в осенних листьях. Весной бывают осенние листья. Руки были связаны веревками, шпагатами и бумажными шпагатами. У нас только после войны в 50-х годах наладили производство этого шпагата. Расстреляны были в затылок 9-мм калибром, 9-мм калибром, дырка в голове. Никогда в России культура расстрела никогда не была сзади в затылок. В 200-300 метрах находился пионерский лагерь. От чего? От Катыни пионер лагерь находился. И дачи НКВДшников. НКВДшников, кто в КГБ работал? Ну да. Дачи. Ну какой дурак, блядь, в 300 метрах, в 500 метрах будет закапывать? Я тебе говорю, вы не хотите даже правду узнать. Вам сказали это все? Их даже Господь Бог наказал. Они пьяные летели там устроить, блядь, праздник себе. И сами, блядь, себе могилу нашли. А ваши подали в Срабсбургский суд подачу на якобы там сколько-то тысяч расстреляли элиту польских офицеров туда-сюда. Срабсбургские посмотрели на эту фальшивку и выкинули. Почему вы до сих пор не просите компенсацию России за расстрелян? Нет, фальшивка. Слушай, а на сумме? Я не хочу даже слушать вашу тупость. Я знаю, что ты меня будешь вешать. Я знаю. Польшу считал, Черчилль еще говорил. Польша это шакал Европы, блядь. Так вас назвали. А ты раньше говорил одинаково про англичанах. Просто как? Я знаю, сколько раз ты поменял столько времени за время? Нет, нет, я тебе говорю, я просто был толерантным. Толерантным. Ну хорошо. Как вы на Чехословакию начали рвать там ее? Какой Чехословакия? А после, когда ее захватили немцы? Ее сдали, англичане сдали. Ну, сдали, да. И вы пошли тут же ее рвать. Когда ваша власть, Советский Союз напал на нас в 2020 году, Чехи нам убрали в эту землю, которую мы 20 лет дальше сами по себе убрали. Это было несколько сотен квадратных километров. Ты вообще не понимаешь под таких вещей, потому что русские. У вас 17 миллионов квадратных километров. У нас был просто конфликт. Война про один город. Вообще для тебя это как бы точка в мире. А ты вообще не понимаешь наших вещей. Ты русский человек. Ты мне сказал. Сам ты мне сказал это. Что там в Катыни убили 4 тысячи? Сколько там ваших погибло? Это немцы убили. Я тебе говорю, немцы разбились в историю. Тут с Гитлером все подписали пакты. Мы последние. А тянули войну на какое-то время. Ну и слушай, каждый раз я заезжаю в Россию, каждый раз русский к мне выражается, каждый раз вот питается на... Короче, надо было вообще за границу выгнать Гитлера, заключить сепаратный мир. И разбирались бы. И кто бы в живых остался бы у вас там, все бы на немецком разговаривали. Ты даже польский бы не знал бы, если бы ты еще родился бы. Надо было не заходить в Польшу. Надо было выгнать. Там мало вас немцы закончили. Надо было бы всех до последнего потом вас. Вы там в Крыжево организовали восстание в Варшаве. И на Россию сварили, что их не поддержали. Обосралась эта Крыжева там по ушам. Ну хорошо. Вы победили войну, немцы не победили. А вообще вам пиздец сейчас пиздец вы на этих хуйовых машинах, живете вы в этих деревниных домах. А у них заеблые машины. У них хорошо построены. Кто кого обманывает? Их, они себя или вы сами себя. Я умею. Ну то дзень добрый. Гдесь под Самаром. Суну я это перед Самаром. Тока достаточно скомпликованная ситуация. Я достанем выпередолен с авто. Бо обронием хонору Полака. Ну то что я его запытаłem. Что они делали в 39 в Польше? И такие там вещи. Ну и вылезли в пизду. Ну и вылезли в пиздец.